чё помогло ну и заебись спасибо ну чё давайте чем нормально поговорим пока жрем так лишь бы рис блин так да рисочек надо ща подожди тебе 5 секунд рис открою Продолжение следует... Часы Ягуар. Нет, в день пачку риса не съедаю. Тархун? Да, нормально. Лучше колы. Сколько приемов? Да много. Штук 6. Связь огонь. Супер. Почему не ответить на вопрос, почему я пьюкову, так как она вредная? Блядь. А я вот не знаю, что ответить на этот вопрос. Да, ключ. Ключ? Да-да. Блядь, любой водой. Вода, но и в Африке вода. Если это вода, запивайте водой. А, холодный горит. Да в холодный может разводиться, они не так... Хотя я заливаю холодный. Теплый пизду, она вообще противная. Святой водой точно. Как с Ксюхой познакомились? Спасибо. Да, я сторонник запивания воды. Водой, еды. Всегда запиваю. Много запиваю. Много воды пью. С праздником. Что за праздник? Твой жопу праздник сегодня. Ксюша? Ну, да. Но она не на сушке, но я-то на массе, а она как бы, да, ну, типа на сушке. На правильном питании. На благоречении. Я особо не слежу за праздниками. Ой. Как познакомились? Она... Ксюха в зал уже ходит месяцев пять сюда. Так и познакомились. Симпатичная девочка. Обратил на нее внимание. Подмигивая ей ходил. Потому что нравилось. Вот и все. Ну, это как бы, не так давно. Месяц четыре назад я ее заметил в клубе. Вот. Она меня заметила пораньше. Ну, смотрела перископом, смотрела ролики. Привет, Сергей. Вот. Ну, и так и когда у меня был критический момент. так получилось, что мне бы тогда было хуёво с моими терками, с моими так скажем, как это назвать-то, блядь, прошлыми отношениями, блядь, что ли. Так это все. Вот. были всякие нехорошие моменты. Она я просто подошел и Ксюха спросила, как настроение. Я говорю, дерьмово. Что-то она сказала, я говорю, вы можете мне помочь исправить мое настроение. Она сказала, я подумаю. Ну, и потом сказала, что написала ВКонтакте. Я на самом деле не с... Ну, не было там ее данных, ну, каких-то контактов. Просто в клубе видел постоянно. Ну, и вот мы поехали прогуляться, покататься. Так все и произошло. Она меня одним щелчком переключила от всей паранойи, которая у меня была. Ну, все. Просто она... Я увидел, что я ей нужен. Появился человек в моей жизни, которому я нужен, а не который ебет мозги. Ей 23 года, через неделю, так, какого? Да, через неделю 24. У меня на самом деле в моей жизни немного было женщин, потому что у меня исключительный выбор. я... Может быть, со стороны как бы люди себе нафантазировали другого, но я не бабник, не бледун, и не это... я... Я достаточно мало было женщин в моей жизни. Это были исключительные... Ну, может быть, было исключение какое-то, но... я разбираюсь немного. Я увидел в Ксюхе то, что мне нужно было от женщин. Небудь там сидит, смотрит, сучка. Нет, ну, какое-то сходство может быть и есть. Нет, Ксюша не та девочка с цифры. Девочки с цифры, я же вам говорил, парень есть, там... я не... не претендую на чужих женщин. Ну, есть сходство, да, есть. Ну, общее. Да, та Карина. Почему была? Она есть, я ее вижу периодически в зале. Я, на самом деле, еще не думал о подарке, но что-то надо такое. Такое. Что-то такое надо. Привет, Краснодар. Нет еще. Да что в ресторан водить, блин. Мы так можем сходить. На день рождения зайдем в перископ, да, будем вместе думать, чего подарить. Нет, еще не она с моими, не я с ее загрузить. Мы недавно, совсем немного времени. Она потихонечку сейчас ко мне перебирается, живем уже вместе, вечером там переводят потихоньку. О, Серега, поздравляю с грилем, с покупкой. Да нет еще, как бы, меня трудно поймать, я вечно, блядь, в работе или еще в чем-нибудь мотаюсь, как угоревать. И тренируюсь. Потому что, ну, я вообще-то особо не люблю вот эти домашние посиделки, там всяких родственников, занято их. да, тефалевский гриль хороший, очень классный. блядь, что-то я грудки много надел. Почему рис не ем? Вон он стоит сейчас грудку, съем, потом рис съем. А, кстати, народ, хотите, новость скажу. Завтра в 8 часов вечера в Инферно. Угадайте, кто будет. Точно, я буду. Да, у гринов будет завтра. У гринов будет. Вот. Завтра будет тренировка какая-то. Какая? Хуй его знает. Плечь, может, или пиццу из бедра. Нет, Серега, я макароны не особо, 150 лет не ел. Что-то на макарон у меня не стоит. Рис, гречка, овсянка. Да, ноги нет, не буду ноги. Я позавчера делал ноги. Завтра у гринов в Инферно в 8 часов вечера. Можете приехать. Ну, тут еще к нему ученики подъедут его. Почему я сам тренируюсь и Ксюху тренирую. Да, надо бы забанить. Да пусть порезвятся сами отвальцы. лечо. Почитайте, что в составе в лечо и ответьте на свой вопрос. Что в лечо там? Там сахар. Я не особый знаток инсулина в спорте. Кроме личного опыта и опыта долбоебов, которые отключались от инсулина, больше ничего не знаю. Не особо там у меня знаете, я не Денис Борисов и не Цацулин, чтобы такие видео пилить. Как-то я боюсь не очень компетентен в таких вопросах. Сам иногда спрашиваю что надо. Ксюха куда-то ушла. Наверное, подружка там у нее здесь сейчас тусует. Может, с подружкой? Да, инсулин опасная штука, поэтому пилить видео по этому поводу не хотелось бы брать на себя ответственным. Да, вчера ночью включались, вообще поздно. Да, Сергей, я не обращаю внимания уже. Ничего с Гостюниным я не слышал. Ё-моё. Что с ним слышим? Мне вообще параллельно. Вот. на Гостюнина. Ну, то, что он делает. Я уже думал, да, про это. На бой вызовет. Я, кстати, придумал, куда Гостюнина вызвать. Вот это было бы круто. Если он там такой охуенный чувак, я думаю, может его вызвать. Но турнир по бодибилдингу в категорию свыше. И там разобраться на сцене, кто круче по-мужски. Бодибилдер кто? А вот это будет вызов. Подготовка полгода. Выходим на сцену ближайшего чемпионата. И выясняем, как вам заруба. ну, конечно, он не вывезет. Поэтому я и придумал такую. Ну, вдруг его там пукан разорвется, и вдруг там что-то начнет кидать в мою сторону. Я ему вызов брошу. Давай, на сцене выясним. Он же бодибилдер все-таки. Чемпион мира, чемпион России, чемпион Питера и прочее, прочее, прочее. Понимаете? Чемпион мира, чемпион там России, чемпион Питера и прочее, прочее, прочее. Я думаю, ему не составит труда обыграть какого-то обычного чемпиона России. Он же чемпион мира, я же не чемпион мира. Поэтому я уже придумал на всякий случай. А, он уже певец, да, он уже рэп читает. Он уже привет точно. А мы сегодня просто с утра глянули ролик, поугарали. Он, кстати, неплохо поет. Может, его пересмотрим звуками. Кто? Костюм не слушал. Мы же там какой-то дубаек прыгал. В этой, в этой, как ее, где наколки делают. А, да, рэпчик читал. Рэпчик читал, чувак который. Как он стал чемпионом мира? Спросите у него. Так и стал. По классическому бодибилдингу. Только почему-то, когда называют чемпиона мира, чемпиона Питера, чемпиона России и прочее забывают приставку классический бодибилдинг. Есть товарищи, которые забывают приставку по юниорам. Все титулы по юниорам. есть чемпион по бодибилдингу. Но приставку юниор забывают. Другие забывают приставку классический бодибилдинг. Третьи там тоже почему-то забывают. Как бы на афишах везде пишут чемпион мира по бодибилдингу. А то, что это по юниорам, нихуя не приписано. А по мужикам там вообще даже не было. Так же и сам Игорь Тюнин. Чемпион мира по бодибилдингу. И прочее, 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 прочее. Но без приставки классического бодибилдинга. Сейчас выводите меня, блядь, на это. На разговоры. Мне кажется, что-то будет. Я уже дохуя напизделся. Да? Нет, я не ожидаю с коронного осенью. Честное слово. Не ожидаю. Даже одного процента нет. Вы знаете почему? Не скажу почему. Потому что мы один раз уже проверили. И второй раз то же самое будет. Нет, я, кстати, ничего не заделал. Я угораю. Скоронный очень хорошую форму делает. У него просто есть ряд недостатков в пропорциях. Там, встающие группы мышц. Ровно и хорошее качество делает. Вы зря. Он делал. Он знает, как его делать. Скоронный молодец в этом плане. Андрюха, что? У Андрюхи много проектов. Нахуй ему нужно вот эти всякие там выходы, бодибилдеры, блядь. Подготовка сожрет денег, хуеву тучу. И бизнес вниз покатит. Это сто процентов. Поэтому нахер ему это надо. Это все, блин, ерунда. Более того, я вам скажу так. Если все делать по правилам, то Скоронный со мной не встретится. Если я буду осенью выходить, и он будет осенью выходить, то он со мной не встретится. Потому что у него нету по правилам, по новым правилам, у него нету возможности выступать на международных турнирах, пока он не войдет в шестерку на России. Поэтому Андрею сначала нужно выиграть. Ну, в шестерку на России войти. А уж после этого у него будет правило. По правилам будет право выступать на международных турнирах. У меня право выступления на международных турнирах на три года вперед. В соответствии с моим титулом. Так что я могу в России не выступать хуеву тучу. А если я съездил на какой-нибудь международный турнир в этом году И опять войду в призы У меня еще он продлится дальше Поэтому я могу в России больше не уступать по правилам А Андрею надо сначала на России себя показать Но это если по правилам Понимаете, да? Ну ты прямо, как же ты, блядь, добивается Я уже столько раз проигнорировал всякое это говно Все-таки это, попался, блядь Да произволка это дело индивидуально Кому что нравится на самом деле Прокарту дает право выступать на профессиональных турнирах Спасибо Сейчас рис даем И пойдем, да? Злой 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 Ксения Злой Че, почему злой? Я? Да Я тебя спрячу за бутылкой Не надо Почему злой? Да не злой Я задумалась О чем? Нет, обряжка, да О чем задумалась? Да хочу тренинг уже Хочешь тренинг уже? Да А треники взяла? Ну я сейчас подругу просто тренировала А треники взяла? Да Да? Я там просто подруг тренировала Она у меня не очень поддается Не очень поддается? Да Ты ее не убила Глядя на твою подругу Слушай, я убежала Я боюсь Там 0,5 килограмма даже страшно давать ей в руки Она умрет Бедная Ты ей там это Со свободными Со своим весом Я ее на другую Ксюшу сбагрил Да Ты ее там это Лайтово Грамм 100 ей там В руки дай Чтобы она Или на разведение ног На разведение? Сразу на разведение? Ты чему учишь, блядь? Ноги Сразу Ноги разводить Вот о чем бабы думают Видите? А только о разведении ног Не думают Ёп твою мать У всех одно и то же в голове Только ноги разводить Вот так, мужики У них в голове только ноги разводить Да нет Тренажер, да нет Тренажер, да, нет Спасибо Нет, недавно Недавно Ну, в любом случае Я буду переживать за Гусева Чтобы он Максимально Высокое место занял Почему нет? Я же не такой, блядь, там Ярый фанат, блядь Все пидорасы Все физики Я за Гусева буду переживать Реально от души Потому что Человек попал на Олимпию Че в этом плохого? Представляет Россию На Олимпии Ё-моё Пусть и в категории Мэнс-физик Буду Болеть Я же рассказывал Только что Я тут рассказывал Как мы познакомились Да ладно Я удалю трансляцию Чтоб ты не посмотрел А что там Было такого Откровения были Там было Сказал что ты няша Да И все У Гусева с Голубочкиным Я не знаю Первый раз слышу Ну то что Голубочкин Мог че нибудь Про Мэнс-физик Там Брякнуть Гусев может быть Возразил Не знаю Все было романтично Денису Борисову Я же говорил Сто раз Как я к нему отношусь Хорошо отношусь Денис Борисов Делает очень большой объем работы Для лентяев Он перечитывает Книжки Для Лентяев Которые нихуя не хотят Читать книжки Хотя бы Смотрят и слушают Его в интернете И набираются знания Он очень много Говорит Полезной информации Но касаемо Бодибилдинга Практики Опыта Такого Знаете Он иногда Хуйню несет На мой взгляд А все остальное Вообще Там Отлично Мне самому Интересно Послушать Форма Лисюкова Где форма Я не знаю Какая форма Где топ-5 Где топ-5 На Олимпии Или в России Или где вообще Сколько времени у нас 11 часов В мире В мире Арабы На мире Арабы Топ-5 Мой топ-5 Номер 1 Роли Коллиман Номер 2 Кевин Левро Номер 3 Флекс Уиллер Номер 4 Декстер Джексон Номер 5 Фил Хит Вот Декстера Нет Номер 4 Фил Номер 5 Декстер Ну так Это те Кого бы я По своему личному Мнению Мне очень нравится Леврон Очень Коля Первый Потому что Ронни Ронни Коллиман Лучший Ронни Коллиман Я Я рос Во времена Ронни Коллимана Все Весь мой Все мое Как бы Все мои 20 лет Которые были Там С 20 до 30 Коллиман Выступал Я его видел Это фантастический человек А больше Так мне нравится Кевин Леврон Еще На второе место Дальше Уже Мне очень нравится С Лекс Третий Да А вот Декстер И с Филом Четвертое Пятое место Кайгрин В десятку Не входит Моего топ Списка Мне Кайгрин Не нравится Особо Да Безусловно Секрет Любого Профессионального Культуриста Это исключительная Генетика Просто Исключительная Одна На миллионы Даже на миллиарды На миллиарды Один На миллиарды Потому что Их вот По пальцам Можно пересчитать Это Исключительная Генетика Ну поверьте Ебашут они Там Охо-хо По страстному Топ 5 России Однозначно Сергей Шелестов Первый Второй Александр Федоров Третья Третья Блин Забыл Первая Ваня Водяна Не Шелестов Федоров Потом Этот Какого Блин Мне нравился Блин Блин Забыл Нет Леонов Нет Блин Да что ж Вылетел Из головы Блин Ну Кадзоев Да Тоже будет В пятерке Кадзоев Будет В пятерке Блин Блин С этим Человеком Постоянно На связи Был Много Времени В Алексе Приять Вот Мудаёб Забыл Вылетел Просто Из головы Ну Сказали 100 плюс Поэтому Я не говорю Туда Вишневского Вишневский Тоже Очень Крутой Юра Мельников Вот Юрий Мельников Вспомнил Юра Мельников Но это всё Прошлое Это Серёга Шелестов Фёдоров Мельников Кадзоев 4 А пятого Я не знаю Кого поставить Величко Ну При всём Уважении Я бы Не поставил Пока что Пока что Нет Ни Кулаева Ни Величко Ни себя Тем более Вот Нам ещё Расти Расти Вот Я например Не думаю Что Величко И Кулаев И я Выиграли бы У Шелестова Вот Не знаю Но тут По разному Можно Шабуня Да Шабуня Ещё В пятёрку Да Лёха Шабуня Старая Гвардия Да он Свой В доску Лёха Я его считаю Нашим Русским Адам Козыром Очень хорошую Форму делать Но у Адамов Пиздец Какой большой рост Я с ним знаком Лично Мы на мире Выступали И даже сейчас Как-то вот Через Инстаграм Там Привет От друг друга Меня очень Симпатизирует Он как человек Очень классный Человек На мой взгляд Так что Я переживал Буду Ну Как бы На турнирах Где он будет выступать Я буду за него болеть Вот Очень классный Чувак Классный Сейчас еще Догонюсь Одну бутылку Пива Выпил Сейчас еще 0.33 Добьюсь Ха-ха 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 Так Ничего Народ Мы Отключаемся Я не знаю На тренировке Включимся Или нет Просмотрим Конечно С Мишей Паргуновым Знаком Вот Ладно Народ Давайте Короче Надо пойти Отдохнуть Перед тренировкой Полчасика Переодеваться Где-то через час У-у-а 12 будем тренироваться Охуенно Давайте Увидимся Еще Продолжение следует...